Областной этап Олимпиады по финансовой грамотности состоялся сегодня в городе над Бугом. В интеллектуальном турнире приняли участие десятки жителей области, победители городских и районных туров. С каждым годом к инициативе подключается все больше юных финансистов, которые, к слову, демонстрируют высокий уровень знаний. В первом этапе свыше 12 тысяч наших учащихся 9, 10, 8, 9 классов приняли участие в Олимпиаде. Это говорит о том, что Олимпиада приняла массовость. Во втором туре приняло участие около тысячи учащихся. И третий – это областной тур, который выявил победителей по три человека в каждом районе. И будет проводиться сейчас на областной, и будет отбираться три человека для участия в Республиканской Олимпиаде. Участники Олимпиады уверены, знания, полученные в процессе подготовки и в ходе самого первенства, обязательно пригодятся им в будущем. Быть финансово грамотным сегодня – не дань моде. Важно понимать устройства финансового рынка и его институтов, знать больше об инструментах и услугах, их предназначениях, функциях и отличиях друг от друга. Я выбрала участвовать в этой Олимпиаде, потому что у меня мама сама банковский работник. И меня это очень заинтересовало, так как мама каждый день проводит со мной беседы по этим темам. В общем, это мне очень понравилось. Также это помогает выбрать мне в дальнейшем свой жизненный путь. Это очень хорошо, что есть такие Олимпиады. Они позволяют повысить нашу финансовую грамотность. И я уверен, это мне пригодится в будущем. Победители областного этапа Олимпиады совсем скоро отправятся отстаивать честь Брещины на уровне Республики. К слову, с того момента, как подобные финансовые бои вошли в жизнь юноши и девушек, наша область не раз занимала главные и призовые места. Организаторы регионального тура надеются, что тенденция эта только укрепится в будущем. На всех этапах Республиканской Олимпиады мы всё время в лидерах занимаем призовые места. Из них два первых, одно второе и два третьих. Это о многом говорит.